Изображение айфона 8 в соцсети по паспорту и все слухи о Xiaomi Mi 6. Погнали! Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы смотрите Дроидер Шоу! С вами Борис Веденский. И Валерий Истежев. А сейчас самое интересное из мира гаджетов интернета и технологий за неделю. Мы видели уже немало концептов айфона 8. У нас даже ролик специальный есть. Посмотрите. И вот мы дождались картинки, которая уже называется утечка. То есть это нечто, все-таки как-то связанное с реальностью. И выглядит она вот так. Да, утечка, которую мы заслужили. Но шутки в сторону сообщают, что это чертеж, сделанный рукой рабочего с завода Foxcom, производящего айфоны. Вполне возможно фейк, но все же из интересного имеем. Дисплей во всю фронтальную панель, даже сверху снизу, что уже звучит не слишком правдоподобно. Кнопка дом, встроенная в него же с сенсором отпечатка. Все как всегда. Датчики тоже спрятаны под стекло. Сзади видим вертикально расположенные камеры и черную точку. Предположительно, это новая 3D-камера, которая позволит распознавать трехмерные объекты. Дальше появился вот такой чертеж, который усилил нашу веру в рисунок. Все бы хорошо, но есть одна проблема, а именно большая красная надпись посередине картинки. И переводится с китайского она именно так. Это изображение абсолютно вымышленное. Отличная попытка, китайцы. Но это не все. Еще на неделю спала вот такая фоточка. И она даже выглядит весьма реалистично на мой вкус, хотя что-то напоминает. Ого, кажется, впервые я сказал, что потенциальный iPhone напоминает Samsung. Но не суть. Суть в том, что слишком уж хорошее качество для апреля, знаете ли. Кроме того, недавно появился слух о том, что Apple может отложить выход флагманского девайса до октября-ноября. Возможно, iPhone 7s, как обычно, покажут в сентябре, а вот восьмерку или iPhone X запланируют на попозже. Видимо, парни решили приготовить что-то поинтереснее после удачной презентации Galaxy S8. И, кстати, пишите в комментариях, что вы ждете больше, Galaxy S8 или iPhone 8. Да начнется мега-битва. Из фантазии о прекрасном будущем вернемся к суровому настоящему. В России предлагают пускать в соцсети по паспорту. Один бородатый депутат, имя которого вы наверняка знаете, но не будем делать ему лишний пиар, предложил законопроект под названием «О правовом регулировании деятельностью социальных сетей». В нем предлагается много разного. Регистрация только по паспорту и настоящему имени, запрет продажи вещей через соцсети, запрет доступа к соцсетям для детей младше 14, запрет для госслужащих пользоваться ими в рабочее время. В общем, много-много всевозможного странного ада. Понятно, анонимы и боты всех бесят в соцсетях. Понятно, дети могут увидеть там, ну, всякое. Но неужели это единственный способ взять и зарегулировать все чертовой бабулечке? Мне кажется, это вещи, которыми должны заниматься скорее сами соцсети. Возможно, после консультации с государством, но сами. Вот Facebook, например, требует номер телефона указать при регистрации. Тоже неплохая мера против анонимов. Еще можно разработать специальный раздел для детей, как, например, сделано в YouTube. Напомню, есть такое приложение YouTube Kids. Ставишь его ребенку и как бы не паришься, все за тебя отминтровали. Непонятно, пока примут ли проект и в каком виде. Вот Герман Клименко, даже советник президента, говорит, что он еще сыроват. Ну и на пакете Яровой тоже сухого места-то не было. Но ведь приняли же. Так что поживем, посмотрим. Xiaomi еще не представила новый флагман, но мы знаем, что это случится 19 апреля. И еще мы кое-что знаем о самом Mi 6. Итак, у нас имеются рендеры, фоточки, характеристики, цены. Ну, в общем, практически все. Судя по снимкам, мы увидим большой дисплей с маленькими рамками в духе LG и Самсунга. Правда, дизайнерам стоит загуглить, что такое выравнивание по вертикали. Сзади ожидается двойная камера на 11 мегапикселей, что умеет, пока не ясно. Процессор Snapdragon 835 и от 4 до 6 гигабайт оперативки. Будет две модели Mi 6 и Mi 6 Plus. А ожидаемая стоимость от 18,5 тысяч за малыша и от 22,5 тысяч за версию Plus, если считать по курсу. И это, пожалуй, главная новость, хотя, конечно, не привыкать. Но как только Xiaomi разродится, мы с радостью поделимся с вами всеми подробностями и запилим обзор. Если, конечно, будете ставить много лайков, так что поставьте этому ролику тоже. И подписывайтесь на Droider. Здесь все самое интересное в гаджетах. Еще недавно мы с пивоварней завод делали собственное крафтовое Droider пиво. На канале есть видео об этом. И кто-то, наверное, приходил на наш митап. Ну, и это меня так вдохновило, что я сам захотел попробовать сделать дома что-то подобное. И следующий девайс наверняка бы мне очень в этом помог. Pico C это уже не первая умная пивоварня для дома. Но, похоже, самая технологичная. Это как эспрессо-машина, только вместо кофе делает крафтовое пивко. За одну варку можно сделать 5 литров пива. А сам процесс занимает от недели и более, в зависимости от сорта. Притом, сварить пиво может каждый. Достаточно купить картридж с солодом и хмелем, залить воды и запустить программу. Ну, а после варки перелить все это в кегу. Все шаги контролируются со смартфона, планшета или через веб-страничку. Там будут отображаться все основные параметры, температура, плотность и различные этапы. На момент записи на кикстартере собрали аж 750 тысяч долларов на старт производства. А цена к предзаказу одной такой пивоварни Pico C составляет 300 долларов за штуку. Ну, а сам картридж с сырьем обойдется в 25 долларов. При этом можно покупать различные сорта от различных пивоварен. Получается, в итоге одна бутылка будет стоить где-то 150 рублей. Для крафтового пива очень даже неплохо. Учитывая то, что оно будет свежее, прям из-под крана. И это не реклама пива. 18 плюс рубрика. Вот что можно напечататься на 3D принтере. Первым делом в голову приходят различные чехольчики от различных смартфонов. Или детали каких-то вещей, которые сломались. Ну, чтобы их починить. Но, как оказалось, 3D печать очень хорошо ложится под производство кроссовок. Сейчас заценим боты от Adidas. Кроссовки Futurecraft 4D были созданы совместно с компанией Carbon. И их сравнительно новой технологией печати Clip. То есть, не как мы привыкли, слой за слоем выдавливаем горячий пластик. Процесс происходит в резервуаре с жидким полимером, который затвердевает в нужных местах под действием ультрафиолета. В конце изделие вытаскивается из этакой жижи, как кусок инопланетной материи из sci-fi фильмов. У этой технологии есть три основных плюса. Быстрая скорость печати, прочность изделий и гибкость материала. Так что решили начать с печати подошв для кроссов. 5000 пар в этом году и около 100 тысяч пар в следующем. Такие планы у Adidas на напечатанные кроссовки Futurecraft 4D. Ну, а цена ожидается примерно как у премиальных моделей. Но надо сказать, что и смотрятся они очень круто, особенно с этой футуристичной подошвой. Пишите в комментариях, если у вас есть идеи, что еще напечатать на 3D принтере в таких больших производственных масштабах. Уф, солнышко. А теперь совет для тех, кто купил себе седьмой iPhone, но продолжает пользоваться старыми проводными наушниками, потому что они очень хорошие и качественные. Стартап Плюб представляет собой небольшой прием-передатчик Bluetooth, выполненный в дизайне параллелепипеда с разъемом джек. То есть к нему можно подключить любые проводные наушники на 3,5 мм и тем самым сделать их беспроводными. Плюб поддерживает Bluetooth 4.1 и, как говорят создатели, способен передавать звук в качестве близкому к CD за счет встроенного чипа CSR и APTX кодека. Еще имеется отдельный ободок на шею, куда можно спрятать и сам проводок, и модуль Плюб. Сейчас идет сбор средств на кикстартере, цена одного девайса составляет 25 долларов по предзаказу. Потом будет дороже, если потом вообще будет. И я просто не мог пропустить продолжение этой истории, где огромный американский робот кинул вызов огромному японскому роботу. Точнее, их создателю. Если кто вдруг не слышал, погуглите Mega Bots Mark III против Кураца. Я даже в нескольких прошлых выпусках шоу об этом рассказывал, но это было достаточно давно. Так вот, ребята из Штатов, облаченные в американские флаги, объявили примерную дату этого события. Август 2017 года. При этом точное число, а также место проведения не сообщили. Зато пообещали, что весь процесс крушения и разрушения будет транслироваться онлайн, на YouTube, на обоих каналах. Ну, типа намекают, что надо подписаться и не пропустишь. Мы-то это знаем. Кроме того, создатели Mega Bots похвастались, что собрали больше полумиллиона долларов на доработку своего робота на Кикстартере и, как следует, прокачали своего бойца. Посмотрите, как он режет автомобили. Или ломает. При этом коллеги из Судобаши Heavy Industry, производители Курацца, пока молчат и, видимо, готовят какой-то сюрприз. И лично я ставлю именно на них, ведь японцы настоящие короли боевых роботов, если судить по аниме и играм. Ну, а вы пишите в комментариях, за кого вы болеете или будете болеть и будете ли вообще смотреть это эпическое действие. Всем пока и спасибо, что вы с нами. Ну, а кто еще не с нами, подписывайтесь. Ну, а с вами были, как всегда, Валерий Истишев. И, Борис Иденский, подписывайтесь на нас в социальных сетях, потому что вот здесь всплывают специальные надписи, намекающие на это, в Инстаграме, в Твиттере, в Фейсбуке и ВКонтакте. И в Телеграме у нас есть группа. Везде вас ждем в личных аккаунтах и на Дройдере. До встречи в будущем. Не надо. В общем, везде вас ждем. Да что, хоть дверь-то хлопать, какая-то дверь там, халитка, халитка. Борис Иденский и Валерий Истишев, мы уже это говорили. Воздух. Воздух-то какой прекрасный. Как не скромно. Набрались энергии. Поезд едет. Все, все ложились.